МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные посылы октября. Активно заработал механизм обратной связи. Глава республики встретился с журналистами и буквально через несколько дней вышел напрямой разговор с жителями Чувашии. Через эфиры сразу двух радиоканалов. Национального радио ИТОВАН. Здравствуйте. Это программа Между строк. Я ее ведущая Анжелика Григорьева. Об ускоренном развитии, предпринимательском пуле и китайских инвесторах. Темы, волнующие читателей, телезрителей и радиослушателей, глава республики сегодня обсуждал журналистами ведущих изданий региона. Республиканские газеты, районные, посвятили этим темам большие развороты. Разговор длился два часа, и за это время Михаил Игнатьев ответил более чем на 30 вопросов. Главная тема последних дней – формирование программы ускоренного роста. Стратегии развития субъектов главы регионов защищали у председателя правительства Дмитрия Медведева. Михаил Игнатьев отметил, что впереди у властей на местах масштабная работа. Поставленные задачи должны быть реализованы за пять лет. Их решение в ближайшие годы поможет повысить заработную плату в реальном секторе экономики. Я ставлю задачу перед бизнесменами, перед предпринимателями, перед работодателями, которые будут открывать новые производства. Когда эти проекты будут развиваться, реализовываться за счет поддержки бюджета, я не делю там федеральный бюджет, региональный бюджет или муниципальный бюджет, то ставим задачу на второй или на третий год реализации любого проекта, чтобы уровень зарплаты рабочих был не ниже полтора раза, чем средний по республике. Возьмем, допустим, грубо 30 тысяч рублей, чтобы на второй, третий год реализации проекта средний уровень зарплаты у рабочих был не менее 45 тысяч рублей. В числе приоритетов и новые рабочие места необходимо создать более 12 тысяч. Выполнить такую задачу без инвесторов будет крайне трудно. В регионе в ближайшие годы должен появиться предпринимательский пул, отметил Михаил Игнатьев. Предприниматель должен брать риски на себя, ответственность на себя и привлечь в небюджетные источники. В Татарстане, если возьмем, там предприимчивых людей намного больше, чем в Чувашской республике. Это правда. В этом они создают. Понятно, там нефтегазовые доллары есть и углеводороды есть. В республику намерены прийти инвесторы из Поднебесной. Приступить к возведению молокозавода китайские бизнесмены уже готовы. Но вопрос зашел в тупик. Противники проекта ссылаются на то, что предпринимателям из-за рубежа передают земельные участки сельхозназначения. Земли сельхозназначения иностранцам, хоть китайцам, хоть американцам, по закону не имеем права продавать. Все эти сделки по продаже земель сельхозназначения, если кто-то будет осуществлять, эти сделки в соответствии с федеральным законом, региональным законом будут ничтожные. Касаясь теперь завода, любого завода, хоть китайцы, хоть другие инвесторы, у нас пять иностранных компаний сегодня работают. Они же плохо никому не сделали и никому не позволят нарушить экологические вопросы. Вопросы норм природоохранного законодательства. Комфортный климат для развития бизнеса – это тоже стратегическая задача. У нас все расчеты есть, по перспективе привлекая инвестиции, мы инвестиции в основной капитал доведем не менее чем 60 миллиардов рублей, которые будут позволять создавать высокотехнологичное производство. Еще одна важная тема – строительство третьего транспортного полукольца в Чебоксарах. Проектирование трассы продолжается. По предварительным подсчетам стоимость работ составит 17 миллиардов рублей. Здесь регион претендует на поддержку федерального центра. Строительство третьего транспортного полукольца – приоритетная задача. Оно должно соединить новоюжные и северо-западные районы, разгрузив центральные дороги столицы от пробок. В ближайшие годы в рамках национального проекта будет реконструирована и федеральная трасса М-7. Три полосы движения в одну сторону, три полосы движения в другую сторону. Даже вот возьмем лапсары где-то, на нашей территории. Они должны быть все реконструированы. Касаясь дороги с Канаша, это Европа-Западная Китай, с Москвы дорога будет реконструирована до Владимира. Дальше реконструкция М-7, она будет проведена по три полосы до Канаша. А с Канаша пойдет на Казань. Это для перевозки грузов. Масштабные работы идут и в канун столетия республики. В следующем году после капитального ремонта должна открыться филармония. Но намеченные сроки подрядчики рискуют сорвать. Эту проблему глава региона уже взял на контроль. Мир мы должны принять, соответственно, подключить, как обычно делаем, субподрядчиков. Будем следить за ситуацией, да? Я тоже прошу вас отслеживать, контролировать. Когда будет налажена бесперебойная подача горячей воды? Вопрос от наших коллег из города Шумерля. Михаил Игнатьев отметил, что решить эту проблему должны современные котельные. За последние годы возвели уже шесть. Вопрос ремонта котельных для шумерлинцев был актуален много лет. Имеющиеся котельные, а их в городе 15, были введены в эксплуатацию в начале 70-х годов. И давно отслужили свое. Часть котельных находится в довольно-таки плачевном состоянии. Включая сети магистральные и теплоснабжение, и горячего водоснабжение. С прошлого года построены уже и введены в действие три котельных в прошлом году. И в 2019 году у нас запустили в октябре месяце три новых плочных котельных. Которые обеспечат более 70% населения нашего города. Как показывает практика, строительство и монтаж новой котельной в среднем занимает порядка двух недель. К тому же современные котельные полностью автоматизированы. В блоке управления предусмотрены все возможные внештатные ситуации. О них котельная сообщит, позвонив или отправив сообщение на закрепленный номер телефона. На сегодняшний день сотрудниками ГУП Чувашгаз осуществляется регулировка домов. То есть регулировка гидравлических режимов на тепловых сетях, на сетях ГВС. В связи с этим возможны перебои в части горячего водоснабжения. Поскольку по отоплению у нас проблем не возникает. По программе модернизации, действующей до 2020 года, на территории Шумерли планируется реконструировать межквартальные тепловые сети и заменить еще шесть тепловых котельных. В ближайшие годы все населенные пункты региона должны быть обеспечены и качественной питьевой водой. Необходимые суммы выделят в рамках недавно подписанного главой республики указа. Вот даже город Чебоксара возьмем Чандрово. И жители Чандрово получат качественную питьевую воду и соответствующее давление. Понимаете, нет, там 90 миллионов рублей. Чандрово – деревня в Чебоксарском городском округе. Место привлекательное. До центра столицы на машине отсюда максимум полчаса. Так что за последние годы количество домов тут выросло. И две существующие скважины больше не справляются. У нас деревья-то не по ровной поверхности проходит, и по наклонной, и куда-то, когда все начинают использовать, все идет в одном направлении. А на нашей улице ее практически не бывает и крайне сложно. По выходным все дома, стирки, варка, уборка, а воды нет. Приходится иногда идти к соседям, у кого есть колодцы. Проблема нехватки питьевой воды решит водопровод. Строительство уже началось. Схема такая. Сначала увеличивают проходную способность труб, которые идут от повысительной насосной станции водоканала в северо-западном районе Чебоксар. Чтобы через них мог проходить больший объем воды с расчетом на новых абонентов. На данный момент у нас выполняются работы на одном из самых сложных участков. На сегодняшний день у нас уложено порядка 250 метров, стальной трубы диаметром 630. Трубы увеличенного диаметра проложат до распределительной камеры. Это порядка 400 метров. Параллельно с этим процессом начинается прокладка самого водопровода в Чандрово. Он пойдет вдоль трассы М-7. Закончить работу должны к началу следующего лета. В общей сложности по программе «Чистая вода» нацпроекты экологии на строительство и ремонт систем водоснабжения в республике до 2024 года потратят 2 миллиарда 200 миллионов рублей. На эти средства предусматривается строительство около 317 километров водопроводных сетей и более 20 объектов. Прямая связь со всей республикой. Сразу две радиостанции «Национальное радио» и «Тван радио» помогли слушателям задать вопросы и получить ответы от главы Чувашии. Звонили со всех районов. Вопросы главе Чувашии слушатели присылали и заранее. Их озвучивали ведущие. В прямой эфир дозванивались жители разных районов. Из Чебоксарского интересовались строительством дорог. Из Батыревского спрашивали о ремонте сельских клубов. Модернизацию инфраструктуры в разных сферах затрагивали не раз. Я еще раз хочу это подчеркнуть. Мы те объекты, которые не могли провести капитальный ремонт, это объекты советского периода 30-40 лет, кроме покраски или косметических работ ничего не делали. Вот за определенный период времени мы взяли на себя такую ответственную миссию, эти амбициозные задачи, они выполнимы, в течение 5 лет отремонтировать все объекты, которые мы не ремонтировали. Сельское хозяйство, мусорные и транспортные реформы. За полтора часа прозвучало более 30 вопросов. Многие из обращений жителей республики Михаил Гнаций взял на личный контроль. Их направят в министерство и ведомство для детальной проработки. И еще одна новость, мимо которой не прошло ни одно средство массовой информации. «Газпром» включили за Волжье в инвестиционную программу газификации. Строительство газопровода планируют начать в следующем году. Его общая протяженность 52 километра, из которых 31 пройдет по Чувашии и 21 по республике Мариэл. Еще летом этого года жители с трудом верили, что такое станет возможным. Все нам обещают газ. Вот в следующем году, в следующем году, в следующем, с 84-го года, это уже сколько прошло? В прошлом году я вот зиму отапливал дровами. Дрова сейчас очень дорогие. И тем более это ж надо все время возле печки кочегарить. Ну, на этот год собираюсь взять угля. Ну, сейчас мы топим дровами. Вот хотелось бы иметь газ, конечно. Мы, жители Заволжья, ждем очень вашего газа. Хотелось бы побыстрее этот процесс реализовать. Магистральный газопровод должен подойти к поселку уже в следующем году. Касаемо газификации. На данный момент разработано ПСД на все поселки проекта статусметной документации. Проекты планировки территории, проекты межевания. Прошли публичные слушания. Сейчас проводятся археологические изыскания. Вот это обязательный этап. Мечты сбываются. Включение в инвест-программу открывает перед территорией масштабные перспективы развития. Строительно-монтажные работы запланированы на 2020-2021 годы. В первую очередь рассчитывают проложить межпоселковые газопроводы, благодаря чему доступ к голубому топливу получат почти 2500 домовладений. Пять котельных переведут на газ. В целом по строительно-монтажным работам на три года это около 600 миллионов рублей. Это без газораспределительных станций, это без поселковых газопроводов. А вообще сумма, если смотреть средства «Газпрома» и средства, те, которые будут республикой для строительства внутрипоселковых сетей, это порядка, наверное, двух миллиардов рублей. То есть это по республике Морел, по Чувашской республике. Ну и, соответственно, из этой суммы большая часть она идет на Чувашскую республику. Строительство газопровода улучшит условия проживания жителей Заволжья. К тому же послужит рекреационному развитию территорий и, как следствие, развитию туристического кластера Чувашии. Такие задачи ставит президент России в рамках национальных проектов. Михаил Игнатьев дал поручение соответствующим ведомствам разобраться в проблемах, озвученных во время встречи журналистами и в прямом эфире национального радио ИТВАН. В частности, чебоксарцы просили рассмотреть возможность вернуть единый проездной билет, который может использоваться на двух видах городского транспорта – троллейбусе и автобусе. Многим горожанам доставляет неудобства, так и нерешенный вопрос, с межмуниципальными перевозками в свете закрытия сразу двух автостанций – Новосельской и Пригородной. На остановке Роща скапливается огромное количество транспорта, и это неудобно как водителям, так и пассажирам. Кроме того, здесь же паркуются нелегальные перевозчики, таксисты и учащиеся автошкол. Сегодня мы рассказали лишь о некоторых решениях, достигнутых с помощью механизма обратной связи. Так что читайте между строк и делайте свои выводы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова